Синица, ворона, ласточка и воробей, зимний представитель пернатого царства Снегирь и обитатель лесных чаш Филин. С этими птицами, пожалуй, знакомы все еще с детства, да и как не знать частых персонажей любимых сказок и басин. Однако они – лишь малая часть армии крылатых, обитающих в нашей стране и городе. Именно поэтому накануне Дня птиц в средней школе номер 12 был организован воздушный канал, по которому ежедневно летали так называемые дежурные птицы – дети, которые рассказывали своим одноклассникам о неизвестных представителях пернатой братьи. Более того, многие ребята приняли участие в выставке, посвященной Дню птиц. У меня работают два лебедя там и шишек, и зонит лебедь, и жар птиц. Гнездо у меня там есть, настоящее из веток, курочки, связанные яйца и цыплята. Мама помогала мне делать эту работу, и змеи так, горшок настоящий. На выставке около ста работ. Рисунки, вышитые нитками композиции. Фигуры птиц сделаны из бумаги, папье-маше и салфеток. Многообразие техник и детской фантазии впечатляет. Лучшие авторы были награждены на праздники, которые завершил неделю птиц в школе. Цель нашей работы – это приучать детей к правильному поведению в природе, к пониманию прекрасному, ну и, конечно, заботиться, чтобы сохранить все это для будущих поколений. Поэтому мы считаем, что это у нас хорошее направление в начальной школе, потому что если мы не заложим с первого класса вот такие навыки бережного отношения к природе, ну, тогда мы и не получим вот этой, не сохраним природы для будущих поколений. На концерте школьников ждал настоящий праздник с песнями, танцами, викторинами и даже театральным выступлением. Без сомнения, гости немало узнали о представителях птичьего мира и получили заряд хорошего настроения на целый день.